welcome welcome дорогие друзья с вами виви и у меня для вас виви новости наконец-то наконец-то эта рубрика вернулась у нас в мой канал дело в том что до этого виви новости не было были как бы новости но они были маленькие как вы знаете про маленькие какие-то события ну а сейчас количество рубрику целую создал много вам чего интересного расскажу 9 ноября riot games объявляют о том что они захватывают юго-восточную азию впервые в своей жизни и это вопрос что такое юго-восточная азия что это все значит и так далее и тому подобное дело в том что юго-восточная азия на блокарту мне мира подготовить это тот регион где находится как раз китайвань где находится новая зеландия где находится опять я новую зеландию путаю с малайзией извините там где находится малайзия там где находятся команды как раз таки из гонконга макао и вся юго-восточная азия помните это beyond gaming раньше были там ребята flash wolf и теперь уже там пассажир талоны джей тимы джи рексы которые теперь уже переименовались команду ctbc flying officers как вы знаете так вот райт и теперь там главенствует что это значит все а дело в том что рай ты убрали из руководства гарена . тв наконец-то невероятно и они гигантскую здесь пост выложили в котором просят всех уйти из гарены и перейти на официальные сервера райт games и тут надо объяснить что это значит дело в том что официальные сервера райт games там всегда были но все аккаунты внутри созданы были созданы на базе платформы гарена . тв ну или он не тв я не знаю короче на горение люди должны были заходить в клиент гарены чтобы попасть клиент лиги легенд типа как epic store или как steam чтобы вы понимали примерно что это все значит отныне рай ты будут напрямую давать доступ людям к этим аккаунтом но для этого им нужно будет зарегистрироваться официально на сайте right games лига легенд как разки потому региону все будет сделано автоматически вам нужно будет только галочку поставить если у кого-то из вас это есть начиная с 18 ноября вся эта миграция начнется до конца года она будет идти если вы этого не сделаете вы потеряете свои аккаунты с гарены вы больше не сможете попасть на аккаунт о лиге легенд это касается конечно же темпайт тактикс это касается самого клиента лиги легенд про рунтера здесь нет ни слова это как раз вот чтобы вы понимали право илдриф тоже не слова ну и дальше идут факсы в которых райты рассказывают а когда все заканчивается в конце января гарена перестанет вообще сотрудничать с райт геймсами потому что райт геймса ими недовольны и недовольны они очень-очень давно здесь мне нужно вас вернуть в предысторию дело в том что до 2020 года у нас был регион не pcs не pacific чемпион ship series назывался регион а два было региона тайваньский регион и регион под названием opl а если я правильно помню океаническая премьер-лига или она сия называлась будет не помню в общем точное название в ней в общем-то играли макаутцы юго-восточная азия и конечно же вот как я вам отметил малазийцы там вот в основном эти ребята играли у них было 4 слота на чемпионат мира три слота принадлежали за счет тайпа и ассасинов которые стали чемпионами мира в свое время от региона lms то есть тайваньского региона и вот еще один регион был у вайлд карту вот как раз юго-восточной азии но ввиду того что гарена вела руководство двух этих регионов и были махинации замечены в юго-восточной азии махинации с деньгами махинации с невыплатами махинации с обманом и подтасовками плюс неудачное выступление тайваньского региона на чемпионатах мира райты кинули большой штраф команде флэш вульф и помимо этого команда riot games решила один регион вообще упразднить и в итоге они сделали регион pcs на который дали в один год три слота а потом уже просто сделали два слота навсегда и самое смешное что тогда произошло то что райты решили отдать право руководствовать всем этим регионом снова тоже самой компании гарена которая была до этого руководящий там и это крайне странно было я еще тогда в 2019 году выпускал когда ролик задавался вопросом то есть вы знаете что эти ребята стали виновниками того что два региона практически сами себя сожрали игрокам ничего не платит максимальная коррупция нет зрителей и спонсорские деньги не идут деньги просто riot games куда-то в трубу пропадают и не возвращаются назад и вы все равно этому же надаете право но продавать games и сказали что они будут за этим следить но вот видимо следили следили два года настолько наследили что решили что пошли вы на фиг мы сами будем этим заниматься без уже посредников и в итоге мы с вами попали в такую ситуацию если у вас что-то есть с этим регионом связано то вам нужно перейти на сайт riot games.com там заходить под вашим аккаунтом который у вас имеется и вы автоматически будете вот кстати все страны наконец-то я смогу все странного прочитать филиппины малайзия сингапур тайвань гонконг макао таиланд и вьетнам тоже туда подходит оказывается ведь нам тоже там но я даже про это не знал прошу прощения надо было чуть лучше подготовиться дачка я проверю тогда раз уж так вот получилось ведь нам разве тоже карена занимается сейчас spring season что здесь у нас написано нет здесь вьетнам esports и ride games и ну ладно вьетнам видимо сервера имеется ввиду которые находятся на территории вьетнама они тоже под руководством идут гарена так или иначе что вы от этого все потеряете если вы игрок вы ничего не потеряете если просто перейдете по ссылке right более того даже дадут вам всякий косметический контент и дадут вам луты дадут вам рп дадут какие-то чемпион очки френдли сохранится ничего не потеряется все будет как и раньше просто надо теперь заходить будет не через гарену а через ride games аккаунты которые мы используем в европе в америке и в россии все вот как бы работает если же этого не сделаете вы потеряете абсолютно все вот до 31 декабря у вас будет еще время потом в до начало января но вообще как бы надо бы это все сделать что касается киберспорта для тех кто не все же находится в этом регионе таких людей наверно очень много до вас касается именно киберспорт киберспорта это говорят они теперь будут проводить в этом регионе они будут теперь за всем следить и для нас зрителей вообще ничего не поменяется просто будет теперь райт и сами себе деньги платить вот и вся история что касается вот здесь вот есть еще валорант вайл дрифт и рунтера эти аккаунты и так уже сделаны без гарены они про это как раз рает и говорят никак это не должно повлиять то есть это и так уже existing crying райт айди имеется гарена никакого отношения к этим аккаунтом валорантом вайл дрифт и рунтера не имеет ну вот такие новости ребята переходим следующие новости новость заключается в том что рулер уходит из команды джинджи впервые в своей истории рулер тот самый игрочок который начинал свою историю в команде старт даст еще 2016 году потом попал в команду samsung galaxy ну и дальше это по сути одна и та же команда стал чемпионом мира в ее коллективе уходят впервые в истории из этого коллектива то есть получается он провел в этой команде шесть лет и покидает ее начиналось 17 лет ему сейчас 23 года он не объявлял о том что уходит в армию в какую команду он идет мы не знаем но здесь интересная фишка идем к следующей новости рулер ушел из команды samsung а мы знаем о том что скины были созданы для команды dragon x какой странный переход вы скоро поймете команда dragon x объявила о том что скины они будут получать на каких чемпионов и кинген будучи великолепным а трогсом этом чемпионате мира выбрал от рокса какая интересная солидарность с чемпионатами пёсик выбрал свою kingdred но он об этом говорил еще до самого чемпионата мира говорили что он обязательно захочет скин если станет чемпионом мира то именно на киндрит а вот zeka выбрано нет своего сайлласса либо арена который у него лучший винрейта лучший играет а именно того чемпиона чем он запомнился на чемпионате мира точнее кем он запомнился чемпионате мира именно окали а дефт выбрал Кейтлин. Как ни странно, хотя Кейтлин на этом чемпионате мира он только в финальном матче сыграл. Как вы помните, все остальное время они Кейтлин сами банили, либо ее не пикали даже при возможности ее взять. Вот против команды Т1 он ее взял, одержал победу, но, видимо, Дефту она больше нравится. И Берилл выбрал Ашу саппортом. Ашу, которого на этом чемпионате мира один раз всего лишь сыграл, но одержал победу. И скорее всего она будет похожа на персонажа Геншин Импакта, потому что Берилл, как обычно, про это говорил. Он у нас фанат Геншин Импакта, фанат гачи игр и наверняка Аша будет самый красочный скин из возможных. Так вы меня спросите, а зачем ты, Вивеном, про это-то рассказываешь? А про это я вам рассказываю для того, что Дефт официально уже заявил, что он уходит из киберспорта. У него армия впереди и Дефт закончил свою карьеру ну, по крайней мере, пока официально. Потому что через год он, когда армия закончится, может еще вернуться и в свои уже 28 начать играть. Сейчас ему 26, в следующем году 27. Ну и, соответственно, в 28 через год он, может быть, снова начнет играть. Но это маловероятно. Максимум, куда он вернется, это, как обычно, в контент-мейкеры, либо в позицию там тренера, играющего. И это, мне кажется, очень сильно перекликается новость с Джен Джи, где играет Руллер, как раз-таки тот самый игрок, про которого я говорил, который уходит из команды и пока не объявил, в какую команду. В чемпионате Кореи нет таких злостных рамок, когда нужно обязательно заявить свой драфт. Его можно заявлять до конца декабря. Поэтому у нас еще куча времени, чтобы послушать перетасовки игроков, посмотреть за ними. Потому что вообще количество адекерри в чемпионате Кореи довольно высокое. И могут как молодого какого-нибудь взять игрока команды DragonX, так и рулера, точно так же, как и Дефта они взяли, лишь бы Берил был доволен. Потому что мне кажется, очень многое там решается от Берила. А, ну да, и про Юхану забыл сказать. Юхан-то играл. Так как он сыграл на этом чемпионате мира всего две официальные игры или три. Одну из которых проиграл. А те игры, которые он выиграл, он играл только на Маукае. У него не было возможности выбирать скины. У него есть только возможность получить скин на Маукае, и Юхан его получит. А что делать? Никак иначе. Ну и переходим к следующей новости, которая будет довольно странная для вас. Кирилл ХС открывает новый челлендж. Да, он это делает. Я не знаю, зачем решил эту новость добавить сюда. Пусть будет. И в этой новости он говорит, что будет делать челлендж на полтора евро в лесу. Ему нужно взять до, я так понял, конца февраля мастер Элла в лесу. Я не против того, что он пытается на всех ролях взять мастер Элла. Тем более, что топ-лейн уже избит. Я против того, что он себе так ограничил время. Дело в том, что сейчас у нас начнется межсезонье, в которое ему надо будет просто тренироваться новую мету, которая будет у нас всплывать. Про нее мы сейчас чуть-чуть позже тоже поговорим. Но дальше он, по сути, себе оставил всего два месяца, чтобы взять мастер Элла. И знаете, ребят, тут немножко будет ЧСВ звучать. Даже я бы себе такой срок не поставил. Если бы мне спросили, я бы сказал полгода и имею право выбирать любые аккаунты. То есть могу шафлить аккаунты с нуля. Этот аккаунт, насколько я понял, уже мертвый. Он получит, скорее всего, себе хардстаг в районе золота. Может быть, там под конец сезона выскочит в платину. И я смогу даже с ним поиграть, попытаться его постримстапить и повылавливать его и победить его в его же новом лесу. И буду потом хвастаться, что победил мастер Элла игрока. Ну ладно. Это к чему я веду? К тому, что мне кажется, это немножко неправильные сроки. Возьмет ли он вообще мастер Элла? Думаю, да. Почему нет? Учитывая, сколько он играет в день, а играет он по 12 часов, и учитывая, как часто он создает аккаунты и понял эту вообще систему, Райты эту систему менять не собираются. Аккаунты, по сути, стакаются все в разных позициях, вне зависимости от того, как ты будешь играть. Есть очень большая вероятность того, что он мастер возьмет. Когда возьмет? Ну, я бы объективно сказал к концу следующего года. Максимум. Это максимум. Это лучший срок к концу. Где-то там август. Нет. Где-то там октябрь-ноябрь. Это к концу следующего года. И то это максимум. А так, скорее всего, через год. Только лишь. Но зато много лет будет играть в лесу. Может, чему-то научится. А вот есть человек, который уже чему-то научился. Правда, почему-то в Голд 1 Л находится на Руссервере. Это я про себя. У меня тоже идет свой челлендж. Я решил сыграть всех чемпионов по разу. И статистика очень хорошая. Пока что Шивана два раза, потому что ее заказывали люди за денежку. И вы тоже можете приходить ко мне на стрим и заказывать чемпиона во время этого челленджа. Суть челленджа заключается в том, чтобы я сыграл за каждого чемпиона как минимум по разу. Не имеет значения, выиграю или проиграю. А вот имеет значение в конце. Общая статистика проигрыша, поражение. Если она будет отрицательная, я буду перед вами в долгу и какой-нибудь, ну, не знаю, можно 100 сабок разыграть, скорее всего. Там что-нибудь такое. Просто 100 сабок на свой канал закину и разыграю. Так как мне никто вызов не бросал, то я не буду кидать на чужой канал, а на свой буду кидать. Логично, да? А если же я сделаю всем, играв всех чемпионов и у меня будет в итоге положительный минрейт, это будет еще раз доказывать, что я, в общем-то, играю на всех чемпионах, на всех позициях и лучше вас во всем. Ладно. Это так. Ну, надо было же это сказать. Ладно. Переходим к следующей новости. За чашкой кофе лесные компаньоны. Это самое кринжевое видео, которое я видел за последние дни от Riot Games. Давайте посмотрим его. Показывают нам, как люди идут в кафетерий, покупают себе мохито или что они там купили, не знаю, латте и говорят... Давайте я чуть потише их сделаю и буду это. Я работаю игровым дизайнером лиги уже 3 года. Даже немного больше. А меня зовут Тим. Я помогаю с предсезонными изменениями леса. Я играю в лесу с третьего сезона. Мне кажется, на этой позиции слишком сложно научиться играть на комфортном уровне. И в этот момент я хочу нажать паузу. Ты играешь с третьего сезона и произносишь такую фразу. Либо это человек, который не умеет играть за 3 года. За какой 3 года? За 8 лет так и не научился играть. И тогда таких, наверное, не стоит вообще нанимать как работников. Либо это человек, который сейчас с бумажки читает, а сам так не думает. То есть, если бы мне заплатили рай и сказали, тебе надо это прочитать, я такой, ну ладно. Дело в том, что научиться играть не сложно в лесу. Сложность не в самой позиции лес. Сложность в том, что все от тебя чего-то ждут. Вот самая большая сложность леса. Все от тебя ждут, что ты будешь лучшим игроком своей команды. Это то же самое, как галкипер в хоккее. Это то же самое, как вратарь в футболе. В баскетболе не знаю, есть такое или нет. Но это то же самое, как в баскетболе эти, которые мяч отбивают. Забыл, как они называются. Ну, самые юрки, которые в конце стоят и защита, в общем, тоже. Идея в том, что все свои фейлы люди будут сваливать на тебя. Если они проиграли линию 1 на 1, виноват листник. Если они сделали дайв на ботлайне 2 на 2 и умерли, виноват листник. Если во время мидлейн сражения 1 на 1 пришел листник оппонентов, кто виноват? Конечно же, листник. Вот в чем проблема. То же самое и с вратарем. Если вы мяч пропустили, ни защита профукала, ни нападающие не смогли в пустые ворота забить. Виноват вратарь, который не смог отбить. И то же самое с галкипером, и то же самое. Блин, как же называется эта позиция в волейболе вылетела из головы. Так вот, к чему я это веду? К тому, что здесь сейчас будет каша-малаша, речь такое впечатление девятиклассника или какого-то маленького ребенка, 14-летнего, который вообще не понимает Лигу Легенд, но он написал эту речь бедному разработчику. Давайте читать. Играй в Лигу Легенд рано или поздно, ты побываешь в лесу. И это совершенно особый опыт, который получить больше нигде нельзя. Мы не хотим потерять этот опыт для игроков. Лесные питомцы должны будут заменить предметы для лесников. Питомец бегает с вами всю игру. Он растет и развивается. Глядя на него, легко понять, насколько же вы стали успешным игроком в матче. Мне нравится защищать лагеря, а еще убивать драконов и устраивать засады. Все это позволяет делать ваш питомец. Он помогает вам наращивать мощь, помогает проводить ганги. В этом суть роли и ее уникальность. Я не знаю, кто писал этот текст, но если бы я был здесь редактором, я бы спросил, вы вообще логическую цепочку знаете, как выстраивать? Как вообще связано то, что вы рассказали, с тем, что суть роли и ее уникальность? То, что они рассказали, зачастую является не уникальностью леса, а добавочной функцией. Уникальность леса это свобода действий на карте. Вы не привязаны к действиям тем, к которым привязана линия мидлейн, они не могут отходить, им нужно защищать вышку, им нужно дуэлиться с мидлейнером и фармиться. На топе та же самая история. Единственная разница, что его гангать могут только с одной стороны, а не как мидлейнеры с двух сторон. И на ботлейне у саппорта своя функция, у адекере своя функция, а лесник абсолютно свободен в своих действиях. Дракона лесник соло сделать не может, ему нужна команда. Как и геральтку он сделать не может, ему нужна команда. Как и загангать он не может. Ему нужен игрок, которого гангать, он будет. Но человек, который это писал, он явно не лесник. Он не понимает вообще, что он пишет. И я боюсь вот этого всего, что если райаты с таким подходом не только текст пишут, но и так создают нам изменения леса на следующий патч, до следующий год, то это будет полная катастрофа для леса. Но давайте считать дальше. Питомцы не только трудятся в лесу, но и помогают не сойти с ума. Вы получаете маленькое яичко, из которого вылупляется крошечный питомец. Нам показывают, как они выглядят. Когда он становится взрослым, он дает вам уникальный эффект. Мой любимый компаньон это синий волчонок. Он первый получил модель. Первым был анимирован. И первым обзавелся собственным эффектом. Волк заметно ускоряет хозяина в лесу. А мне нравится эта ящерица. Ну, это зеленый питомец. Помнишь, зеленый, да. Изначально ящерица передвигалась на четырех лапках. Кстати, вот здесь немножко психологию я включу. Обратите внимание на сейчас вот момент. Обратите внимание на вот этот человек явно что-то создавал. Этот человек нихрена не создавал, а только экспериментировал. И это видно во время его фразы, потому что он не знает, как называется эта ящерица. Он просто сказал ящерица, ну, зеленая хрень, которая. После чего он начинает кивать головой и он отстранен как будто, знаете, вот так вот прям запрокинулся, потому что ему, ну, стыдно, стыдно то, что он даже не знает, что делает эта ящерица. Ну, просто надо было же ответить, кто тебе нравится. Вот он и ответил. А этот говорит The Green, ну, да, да, зеленая, которая. Ну, и дальше объяснение идет, что она раньше передвигалась на четырех лапах. Это очень важная тема. А потом один из аниматоров сказал, а давайте сделаем две лапы. И мы такие, да, отлично, две лапы. Это же будет как амфибия. Шустрая, милая амфибия. Нахуя, суки! Извините, ребят, я просто горю с этого. Вы должны исправлять механику игры. Вы должны исправлять рейтинговую систему. Вы должны делать так, чтобы был баланс в игре. Чтобы любой лесник мог нормально там отыгрывать. Чтобы любой туплейнер чувствовал себя прекрасно. Вот этим вы должны заниматься. А они на полном серьезе из двух минут вот этого маленького отрезка полминуты обсуждают, как будет выглядеть питомец, которого никто нахуй даже видеть не будет на этой ебаной карте. Никто его даже не заметит. Это как обсидеть, обсуждать. А кушка Косодина должна лететь фиолетовая штучка? Или должна фиолетовая с небольшими блесками синего цвета? Это важно. Там человек спрашивает, может как бы просто Кушку Косодина сделаем посильнее, либо там щиток будет давать чуть больше? Нет, не надо, подожди, тут надо разобраться. Кушка должна лететь синенькая, фиолетовая, либо с блесками. Надо вот это вот разобраться. Консилиум собираем, будем месяц это обсуждать, суки тупорылые. Просто, и ребят, я говорю с этого из-за того, что Лига Легенд превращается в какое-то непонятное говнище уже последние два года и продолжает скатываться вниз. Я надеюсь, что я максимально ошибаюсь, я буду забирать свои слова назад, буду извиняться и так далее, что я реально не понимаю. А этих просто двух дебилов показали нам, которые просто не соображают ничего и других не было людей в этот момент в офисе Riot Games ушли на фронт, не знаю, куда они делись, остальные разработчики. Потому что показывают двух людей, которые не собираются ничего нам рассказывать про за чашкой кофе лесные компаньоны. То есть я просто объясню, кто-то скажет, Виви, ну так же и хотели сделать. Они хотели показать, что лес будет с лесными компаньонами. Ребят, если бы я создавал лесных компаньонов и ко мне бы пришли, я бы сразу рассказал про все их плюсы и все минусы. Эти люди не рассказывают про плюсы и минусы. Он рассказывает про то, что зеленая хрень бегает теперь на двух лапках, а раньше на четырех. Это глотком свежего воздуха. А то мы уже начали скучать по нормальному лесу. Что значит мы начали скучать? Что не так было с предыдущим лесом? Почему мы вводим это изменение? Что эти драконники, маленькие драконята будут нам давать? Что питомцы вообще из себя представляют? Можешь потом добавить функцию, что и скорее всего мы потом добавим скины на этих питомцев и будем их продавать за денежки. Это можешь добавить, но объясни, зачем они вообще нам нужны? Я не вижу в этом ролике объяснения, зачем это все нам. А новички бы как раз хотели начать игру с нуля. Но по тем или иным причинам они не могли. Будет проще теперь подступиться к этой позиции для них. Конец ролика. Ладно, ребят. А теперь давайте по фактам. То, что должны были сделать райты вот в эти две минуты в Preseason 2023. Человек собрал все данные. Меня интересует сейчас только лес. Отдельно давайте только лес в бой. Отдельно только лес посмотрим. Что такое? Сайт не хочет. Лагает немножко. Итак, у нас есть три джанглерских новых предмета. Зеленый, красный, синий. Чтобы было проще. Зеленый, красный, синий. Отныне эти предметы будут стоить 450 золота, а не 350, как стоило раньше. Соответственно, лесник сможет брать либо одну хилку, либо ничего не брать себе в лес. Одна хилка просто, чтобы совсем не умереть в лесу. Но вроде как райты обещают, что джангл клиринг будет без потери здоровья. Но что важно, ребят, эти штучки, которые мы возьмем, яйца, они могут быть загрежены, пока вы фармитесь, пока фидинг здесь идет. Что значит фидинг? Это означает, вы либо убиваете какого-то врага, получаете ассист, либо убийство, либо фармитесь просто в лесу. Фармится на линии, не будет развивать его. Ну, что-то по типу Каина, его форму. Форму вы можете заработать, только избивая соперника, либо дальнебойного, либо ближнебойного. Только теперь еще и лесных крипов можно будет за это фармить. Каждый раз, когда вы раскармливаете монстра, у него появляется одна его особенность, и он становится более большим. Две с половиной минуты это то время, когда оно держится. Я не совсем понимаю, что это значит, но будем, видимо, изучать. И оно может стакиться. Видимо, эта штука может пропадать, или что, как-то она держится, непонятно. Но самое интересное дальше, ребят. Все практически крипы лесные будут давать леснику на 50 золота больше, чем это было раньше. А это означает, что все остальные люди, которые будут у вас лес фармить, воровать, они будут получать на 50 золота меньше. Правда, это касается только вашего леса. Вот что, мне мало важно. Скорее всего, это потом понерфят, или исправят, или вообще как-то сделают по-другому. Но это странно. Если вы идете в лес оппонента, и обворовываете у него кемп, вы не получаете плюс 50 золота. Вы получаете плюс 50 золота только в своем лесу. Обворовывать лес оппонента нельзя. Воровство это плохо. Райты нас этому учат с детства. В общем, когда ваши существа будут развиваться, они будут давать чуть больше опыта вам еще в лесу, также будут наносить больше урона, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, красный, синий, зеленый. Здесь, я думаю, все понятно. Красный это для дуэльщиков, как и красный смайт. Синий это для ассасинов, скорость передвижения, тру дамаг. И зеленый это для танков, чтобы не умирать, по сути, от синего. Ну и получается опять та же самая камень, ножницы, бумага, ящерица с пок, где зеленый сильнее получается синего, синий сильнее красного, красный сильнее зеленого, потому что там тру дамаг с автоатак. Но, я надеюсь, эта схема будет сохранена, потому что у райтов бывает такое, что они потом просто сделают, а красный будет сильнее обоих. Вот и все. Помимо смайта, смайт отныне будет наносить 600 дамага в начале игры, 900 дамага, когда будет у вас питомец второго тира и когда ваш питомец становится третьего тира, смайт будет наносить 1200 урона и это будет делать АОЕшку еще по монстрам лесным. То бишь волки, громпы, они будут довольно быстро умирать от вашего смайта с допавочным уроном. Правда, врагов это задевать не будет. По врагам вы будете иметь все тот же урон, как и имели раньше. Вот оно про опыт и золото. Плюс 50, если вы получаете бонус. Также все кемпы теперь дают меньше на 10-25 золота, чем раньше. Все кемпы абсолютно лесные. Это с чем связано? С тем, чтобы у вас его не обворовывали. Правда, все равно люди будут обворовывать. И плюс 15 опыта за каждого мапса вы будете получать, в отличие от ваших союзников, которые будут у вас обворовывать. Ну или врага, который зайдет в ваш лес. Он тоже не будет этого получать. Он будет тоже получать минус. То есть получается обворовывать, я говорю, уже как-то бессмысленно. Дальше там информация не особо важная. Меня интересует больше вернуться вот сюда назад к генеральным изменениям. И генеральное изменение пластины будет давать теперь не 160 золота, а 175 золота. Правда, при этом они чуть больше армора будут давать, но это нас не особо интересует. Нас интересует плюс 15 золота за пластину. Помимо этого, если вы забираете пластины, будут с кем-то вместе, то они будут давать на 45 золота больше еще вашим союзникам. То есть теперь будет делиться не 175, будет делиться на двух игроков, а будет делиться 175 плюс 45. Это сколько у нас получается? 220 золота. Ну по 110 получается золота на рыло. Ну или если у вас трое, 110 золота, нет, 210 золота по 70, получается, если у вас четверо, ну тоже все делится, это хорошо. Ну и пятеро тоже делится. Риф Геральт будет теперь давать больше еще золота от 30 до 45, опять же, для тех, кто рядом стоит. И опыт соло линии очень важен. Для медленеров уменьшают количество опыта на 5 процентов, по-моему. Подожди, здесь не так написано. Соло лейнс, нет, соло лейнс, наоборот, два опыта больше получают. Но там я помню, что медленеры получают сейчас меньше опыта. Что здесь про это не надо? А, вот, вот написано. Медленеры будут получать на 1 вейв меньше миньона в 1 момент игры. То есть, там будет специально сделано так, что на 1 тележку меньше на медлене придет, на какую тележку там надо будет с этим разбираться. Ну а так, получается, опыта они сохранят. А вот линия на топе и линия на ботлайне будет больше опыта получать. Ну и золото, вот, все медленеры минус 1 золото, минус 10 золото. Суммарно тут посчитали люди к 14 минуте где-то потеряете 110-140 золото, вот, 100-140 золото к 14 минуте. После 14 минуты все нормализуется. Но это не так страшно, опыт, главное, что сохранится. Ну и чем тэнк дракон вернется у нас. Шестой дракон, который будет давать 5% тенасити и откат заклинания и при этом если у вас меньше 50% здоровья будете наносить на 10% больше урона и на 10% меньше урона получать. Мне кажется, это очень хорошая тема. Тенасити это стойкость, кто не знает, это то же самое, что мерки дают. Но главное это вот эта вот пассивка 10% больше урона, когда у вас мало здоровья, но на 10% еще и меньше урона вы будете получать. Чисто танковая такая тема. Ну, остальные изменения будем уже изучать, когда сам патч выйдет, будем предметы собирать. Ну, часть уже предметов я вам рассказал. Опять же, напоминаю, это все выйдет, оно сейчас на ПБЕ отсутствует, райты даже это проверить не могут, ввиду того, что там баг произошел, баг, который привел к тому, что огромное количество людей получили баны пермаментные в Валоранте, они писали в саппорт и в Валоранте их разбанивали. Да, это смешно, но те, кто не в курсе, люди получали баны в Валоранте за то, что играли на ПБЕ сервере, используя новые предметы, которые райты придумали. Валорант, программка, которая Валорант Defender, или как она там называется, фиксировала, что ты в клиенте ПБЕ сервера Лиги Легенд используешь новые предметы и считала, что ты используешь хак, и автоматически тебе кидала пермаментный бан на твоем аккаунте Валоранта. Вот такая тема. Райты отключили, и в итоге сейчас у нас ПБЕ сервер активен, но без новых предметов, потому что райты это не пофиксили. А уже послезавтра, по сути, ну ладно, не послезавтра, там сколько еще, пять дней, да, после пяти дней, даже семнадцатого, у нас выходит новый патч, который должен в себя все это включить. Я не представляю, что там будет. Ребят, будет полный хаос твориться, но будем надеяться, что хотя бы первомоментные баны люди перестанут получать на Валорантском аккаунте. Ну а эти все изменения, они могут быть изменены в последний момент, как это обычно бывает. Ну и последнее изменение, которое стало интересным, и мне просто понравилось этот пост, это изменение касается того, что автоматически, если у вас нет настроек в клиенте, ну если вы только-только зашли в Лигу Легенд, у вас все имена персонажей будут заменены, ну все имена игроков, никнеймы, будут заменены на имена персонажа, чемпиона, то есть вместо трусики, не знаю там кого, какие они там, любят трусики у нас на руссервере, там вместо трусики Аниви будет просто написано Анивиа, вместо трусики Кейтлин будет написано просто Кейтлин, вот, по имени персонажа, а не по никнейму, и помимо этого у вас не будет включен чат автоматически, и человек пишет, теперь если ты играешь с первого уровня, ты получаешь невероятное погружение в очень странную игру с именами чемпионов, ты можешь сфокусироваться на самом себе, делать прикольные действия и принимать интересные решения, а другие боты в игре будут тебе казаться иногда сильными, иногда слабыми, но в этом и заключается вся суть роглайк игры, ты не знаешь в какую игру, в какой матч ты попадешь. Это лучшее решение от Riot Games по созданию роглайк игры Лига Легенд. Riot, там нужно правда пофиксить один баг, при котором боты иногда могут застрять на базе и начинает пинговать на кого-то. Этот баг немножко раздражает, хотя есть функция, вы можете просто его замьютить. Ну а здесь более разумно еще один пост был написан, он говорит, ну эту игру можно сделать еще более развитую роглайк, если включить чат, то у тебя появится мини-игра, при которой эти боты иногда будут терять мотивацию в игре и будут неоптимистичны, поэтому тебе нужно сохранять их мотивационный настрой и оптимизм благодаря своим сообщениям. Но надо быть аккуратным, потому что в таких случаях они могут начать флеймить еще больше друг друга из ниоткуда. Я полностью с этим согласен, я не знаю, зачем Riot это делают, почему они пытаются сказать нам откровенно, в открытую, пишут везде, Лига Легенд это оба индивидуальности, каждый игрок имеет право собирать и вести себя в игре как хочет, но при всем при этом Riot выключает всю возможность индивидуальности человека. Они запрещают ему чатиться, они не показывают его никнейм, они не дают ему чатиться в постгейм лобби, мы эти сообщения не видим, они позволяют выключать пинги этого игрока и они не банят человека, если он просто бежит под вышки. Так а в чем тогда индивидуальность проявляется? Можно узнать? Мне казалось всегда, что индивидуальность это как раз когда ты оказываешься лучше другого, а не когда ты становишься пустой массой дерьма, как и все остальные. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Это был сумбурный ролик виви новостей от меня. Ну я надеюсь вам он понравился. Пока-пока. А, ну и комменты пишите, что вы вообще обо всем этом думаете. Сможет ли генерал взять или не сможет? Я-то точно за щеку возьму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!